В ходе бурных событий последних недель как-то на задний план немножко ушла проблема долевого строительства обманутых дольщиков однако проблема то не исчезла и вот за последнюю неделю мне было несколько звонков от групп дольщиков в том числе и жилого комплекса серебряный ручей люди говорят что не понимают что происходит не понимают как изменилось отношение новой власти к этой проблеме хотя были достаточно громкие заявления господина хабирова на эту тему однако люди не до конца поняли что происходит и что будет дальше что изменится главный вопрос это первый который сейчас очень бурно обсуждается это значит слухи о том кредите который как будто бы застройщик должен получить в ближайшее время который он правит на достройку домов насколько это правда когда и сколько планируется получать кредит если он вообще существует ну во первых это не слухи я там выступая там иногда и даже не выступая встречаясь с дольщиками я говорил о том что компания решает этот вопрос и наконец-то мы определились банком который дал нам предварительное одобрение и запросил просто сейчас подтверждающий пакет документов такой технический и мы его сейчас готовим и соответственно как бы ждем уже я рассчитываю что в ноябре этот вопрос у нас решится и мы сможем деньги инвестировать соответственно стройку то есть срок уже хоть как-то примерно понятен то есть это ноябрь начало декабря правильно да это зависит понятно не от нас но мы уже на финишной прямой то есть уже там игру предварительное одобрение есть но просто ускоряем этот процесс для того чтобы а если не секрет а какой сумме идет речь я вам скажу до 200 миллионов будет какая-то понятная схема расходования этих денег обязательно мы все деньги целевым образом берутся на серебряный ручей то есть мы это и в обосновании банку уговорили о том что нам нужно деньги для того чтобы ускорить строительство и выполнить свои обязательства банк будет контролировать расходование денег но я предполагаю что если мы берем целевую то мы обязаны отчитать если сейчас у вас понимание сроков сдачи седьмого девятого и десятого домов серебряный ручей которые вот ну реально уже почти готовы по седьмому я точно вам могу сказать что в ноябре мы получим разрешение на вот в эксплуатацию потому что все замечания которые были они уже выполнены да и соответственно мы прям ноябрь для нас это та точка когда мы сами хотим как можно быстрее сдать его чтобы уже дольщики заехали а 9 10 дома 9 10 у нас есть задача вот мы сейчас почему берем кредит для того чтобы максимальное количество денег вложить крыльца девятого десятого дома и концу декабря ну наверное там на январе уже потому что сроки чуть из-за кредита смещаются там может быть в январе то есть подготовить сдачи технической сдачи и предоставление документов на на приемку вы сейчас все деньги этого кредита или большую часть потратите на 9 10 и 7 дома а что будет с 8 11 12 и 13 домами логичный вопрос во первых позиция компании мы сдадим дюйму 9 все дома полностью как мы видим это сделать первый шаг транш который мы берем этот это только первый транш до 200 миллионов сумму которую мы берем первых с этой суммы останется и уже параллельно будут подготовительные работы для стройки пастольных домов во вторых второй есть второй транш это первое направление второе у нас есть договоренность со всеми мы или с крупными банками о том что как только мы сдаем седьмой дом и показываем движение на девятом десятом нам открывает аккредитацию для выдачи ипотеки ну вот как нам открывает аккредитацию мы сразу начинаем получать ну там понятно то есть это собственно был мой четвертый вопрос вот 8 11 12 13 дома будете достраивать на ну открывшуюся ипотеку в расчете на то что она откроется в том числе и на этот когда мы считали у нас есть то что мы продадим нам хватит на достройку еще останется на выплату компенсации за просрочку вопрос который четвертый но уже практически половинка от этого вопроса это что с арестованным имуществом которые вот там очень сложная запутанная история с арестованным имуществом то есть залоговыми и так далее вот как-то этот это же препятствует нормальному строительству насколько я понимаю и продажа в том числе препятствует как с этим будет в вашем представлении по этому направлению наверное более подробно смогли бы ответить юристы потому что мы касается юридического департамента я вам сейчас подробно не расскажу но точно знаю что мы этот вопрос пытаемся урегулировать и я рассчитываю что в ближайшее время он закроется эта проблема будет мешать достраивать дома или нет ни в коем случае это проблема то есть это две разные проблемы юридические взаимоотношения и строительство это вопросы никак между собой не связаны как вы оцените подходы новой башкирской власти но условно новой команды радио хабирова к вопросам долевого строительства изменились они или вы пока не чувствуете там разницы с тем что было до хабирова мне сложно дать комментарий потому что я не встречался с представителями новой власти но те действия которые вижу я могу сказать что новая власть она конструктивно и взвешенно подходит к решению проблем потому что у них есть позиция дома должны быть сданы дольщики должны быть обеспечены и ну на самом деле и у нас такая знаете ли это вообще-то абстрактная позиция она была и у хамитова достроим достроим а вот есть ли здесь больше скажем так или меньше здравого зерна по отношению к прошлому может быть какие-то контакты с гостроем там еще где-то какие-то вещи больше здравого зерна есть точно потому что вы знаете что у нас была проблема с филипповым да сейчас там и зампрокурора разные которые были замешаны в одной схеме здесь у власти позиция сделайте все что от вас нужно как от застройщика мы со своей стороны как власть создадим условия и это здорово если то что сказано будет исполняться ну если уж не совсем день в день то хотя бы с лагом в 1-2 месяца то это чудо чудесное и проблема будет решена там по 7 9 10 домам я думаю что не позднее февраля ну так вот учитывая более негативный сценарий по остальным домам начнется строительство то есть ну вот учитывая то что сказал шалаев если действительно будет развязан вот этот узел кредитов залогов и арестов то тогда даст бог начнется какое-то движение начнутся продажи квартир и возможно появятся финансы для достройки вот этих домов если что я могу посоветовать и дольщикам и людям вообще вовлеченным в эти в эти процессы это пристально наблюдать и не ждать когда что-то не случилось не ждать когда это случится бесконечно долго потому что если вдруг какой-то срыв сроков происходит надо немедленно выяснять почему это происходит какова перспектива возврата к намеченным планам и так далее потому что история уже показывают что люди иногда ждут и год и два и три и пять а потом спохватившись начинают шуметь и галдеть что смотрите нас обманули в общем контроль и отчетность я думаю вот эти два слова должны лечь в основу взаимодействия дольщиков и застройщиков по жилому кварталу серебряный ручей